Здравствуйте, дорогие ребятишки, девчонки и мальчишки, наши юные друзья! Вас приветствует канал Мультяшки-Познавашки! Сегодня я вам прочитаю сказку «Милый Берг, маленький единорог, волшебная сила добра». Итак, присаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Далеко-далеко, за высокими горами, за темно-синими озерами, в волшебном лесу, где сбываются мечты, под могучим старым-престарым тубом сидел маленький единорог по имени Финя. Он был очень расстроен. «Ну что за неудачный день? Вот уж правда, не везет, так не везет!» Бормотал Финя. А все почему? Да потому, что взрослые единороги снова над ним смеялись. Да-да-да, они всегда находили причины посмеяться над Финей. Видите ли, грива у него слишком растрепанная, а не такая гладкая и прибранная, как у них. И летать у него пока плохо получается, и желание исполнять он не умеет. Волшебный рог вообще его не слушается, даже не мигает так, как надо. А в то утро Финя еще как назло подскользнулся на мокрой после дождя траве и упал прямо на глазах своих гордых собратьев. Как же им было смешно! «Нет, сегодня точно не мой день!» Проворчал, потирая уши, бленный нос, маленький единорог. Ему было так грустно. Вот ты где! Рядом с дубом появились друзья Финей, девочка-эльф Трикси и летучая мышка Калли. Узнав о том, что случилось с Финей, они принялись его утешать. «Когда трава мокрая, кто угодно может поскользнуться и упасть!» сказала Трикси. «Это точно!» поддержала ее Калли. «А из-за растрепанной гривы и подавно не стоит расстраиваться. Мне вот все равно, что моя шерстка не блестит, подобно гривам взрослых единорогов. Я ни за что бы не стала, как они, постоянно причесываться. Еще чего не хватало! Это так скучно!» «Ну и что? Что из того, что взрослые единороги умеют исполнять желания с помощью волшебного рога? Подумаешь!» фыркнула Трикси. «Кроме того, иногда требуется время, чтобы твой талант раскрылся!» «Вы обе правы!» сказал Финя. «Но когда ничего не получается, это так огорчает!» «Брось!» «Не бери в голову!» Трикси махнула рукой. «Друзья, пойдемте-ка лучше ко мне в гости! Посидим на террасе, попьем лимонада из цветов бузины. Плохое настроение как рукой снимет!» «Все хорошо!» «Пошли!» Согласился Финя, тяжело вздохнув. Опустив голову, маленький единорог следом за Трикси шел по волшебному лесу. А Калли старалась размешить его, рассказывая анекдоты. К сожалению, летучая мышка постоянно забывала, как эти анекдоты заканчиваются. И получалось совсем не смешно. Вдруг Финя замедлил шаг и навострил уши, а затем и вовсе встал, как вкопанный. «Что случилось?» Трикси и Калли уставились на него в недоумении. И тут над всей компанией со свистом промчались несколько маленьких лесных фей. Каждая из них тащила в руках ведерко с водой. Финя, Трикси и Калли бросились в ту сторону, откуда прилетели феи. Навстречу им бежали и другие обитатели волшебного леса. И у каждого в руках было ведро, кастрюлька или другая подходящая посудина, доверху наполненная водой. Добравшись до лесной поляны, где располагалась деревенька троллей, друзья рты открыли от удивления. Домики троллей затопило так, что вода в их кухоньках и гостиных стояла по колено. «Из-за чего такое наводнение?» спросила Кали у бегущего с ведром тролля. «Лесное озеро вышло из берегов и вода продолжает подниматься. Мы не знаем почему!» прокричал тот и скрылся в своем домике. Финя, Трикси и Кали, вооружившись тем, что первым попалось им под руку, ведром, горшочком и чашкой, начали вычерпывать воду из домиков троллей. Но труды их были напрасны. Воды становилось все больше и больше. «Эй, остановитесь!» Наконец крикнул Финя феям и троллям. «Нужно придумать что-то другое! Мы уже столько времени вычерпываем воду, а толку нет!» Но феи и тролли его не слышали. Они продолжали носиться туда-сюда со своими ведерками и черпачками. «Финя, у тебя же рог волшебный! Используй его силу, чтобы остановить воду!» сказала Калли. «Может, попробуешь?» Финя попробовал. Он даже зажмурился от натуги, но рог, едва вспыхнув, снова погас. Финя чуть не расплакался от досады. «Ничего, ничего! Мы что-нибудь придумаем! Ты только не расстраивайся!» подбодрила его Трикси. Калли и Финя беспомощно посмотрели друг на друга. Никаких идей у них не было. «Придумала!» вдруг воскликнула Трикси. «Я знаю, что делать! Мы обратимся за помощью к взрослым единорогам!» «Но почему именно к ним!» простонал Финя. «Да потому Трикси подняла вверх указательный палец, что они могут исполнять желания!» «Хотя может у кого-то есть другие предложения?» «Ну ладно!» нехотя согласился Финя и друзья поспешили за помощью. Узнав о наводнении, взрослые единороги тут же поскакали к деревне троллей. Спустя несколько мгновений они уже были там. «Мы хотим, чтобы вода ушла отсюда!» хором произнесли единороги, и каждый из них направил свой сияющий рог на затопленную поляну. Вода стала испаряться и облачками подниматься к небу, а там на небе одна за другой появлялись разноцветные радуги. Давно не доводилось лесным жителям видеть такое великолепное зрелище. Только вот что это не может быть! Вода снова начала прибывать, поднимаясь все выше и выше. К сожалению, мы больше ничем не можем вам помочь. Простите нас, жители леса! Взмахнув своими идеально причесанными гривами, единороги поднялись в небо и галопом поскакали по радугам. Эх! Вздохнул Финя и, проводив единорогов грустным взглядом, сказал, нам нужен кто-то более могущественный, кто-то обладающий еще большей магической силой. Калли заметалась вокруг своих друзей. А что, если нам попросить совета у старого волшебника? Спросила она. Молодец, Калли! Старый волшебник обязательно нам поможет! Трикси от радости даже захлопала в ладоши и друзья поспешили к домику старого волшебника. Старый волшебник, к сожалению, был слишком старым. Он быстро уставал и почти всегда спал. Когда запыхавшиеся Финя, Трикси и Калли наперебой стали объяснять ему, что случилось, он лишь кивал, не открывая глаз. Друзья трижды рассказали о беде, которая постигла троллей. Трижды попросили о помощи, но волшебник в ответ не проронил ни слова. Вдруг он громко захрапел и все поняли, что старик крепко спит. Придется нам самим выяснить, что случилось с лесным озером, решительно сказал Финя. Скорее туда! И он бросился прочь из дома волшебника. Трикси и Калли последовали за ним. Озеро и правда вышло из берегов, еще издали заметила Калли. «Хотелось бы знать почему!» задумчиво произнесла Трикси. Приблизившись к озеру, друзья внимательно осмотрели его поверхность, но так и не смогли понять, что происходит. «Мы так и не узнаем причину потопа, пока не нырнем на дно озера!» наконец сказал Финя. «Что-что? пока что не сделаем?» переспросила его Калли, вытаращив глаза. «Пока не нырнем на дно озера!» повторил Финя. «Да ни за что на свете!» воскликнула Калли. Но другого способа помочь троллям не было, и Финя прыгнул в воду. Трикси, скинув одежду, последовала за ним, а Калли стала кружиться над озером, громко сетуя на то, что она не умеет плавать и вообще боится всего мокрого, кроме лимонада из цветов бузины, конечно. Финя и Трикси было не страшно, но почти не страшно. Задержав дыхание, они пытались осмотреть дно озера, однако вскоре выплыли на поверхность, задыхаясь и хватая ртами воздух. И тут Трикси осенила. Надо взять два степелька, и у нас получатся трубки для подводного плавания. Так они и сделали. Финя и Трикси снова нырнули, и в этот раз им наконец удалось кое-что обнаружить, точнее кое-кого. Это была маленькая русалочка по имени Луна. Хвостик Луны застрял в расщелине подводной скалы. Бедняжка никак не могла его оттуда вытащить. Маленькие рыбки не в силах были ей помочь. Они лишь суетливо плавали туда-сюда, с жалостью поглядывая на русалочку, а она рыдала в три ручья так сильно, что вода вокруг нее пузырилась. Неудивительно, что озеро вышло из берегов. Увидев Финю и Трикси, Луна перестала плакать и стала призывно махать руками. Друзья сразу бросились к ней, чтобы помочь. Но освободить застрявший хвостик русалочки из расщелины на деле оказалось не так просто. Трикси подталкивала Луну вперед, Финя тянул русалочку за плечи, но она не двигалась и с места и уже готова была снова заплакать. «Еще чуть-чуть, ну уже!» повторял про себя Финя, но все было бесполезно. Наконец обессиленные и расстроенные Финя и Трикси выбрались на берег, где их ожидала обеспокоенная Калли. «Там русалочка!» сообщила и Трикси. «У нее хвостик застрял в расщелине, но мы не смогли ей помочь!» «Как не старались!» добавил Финя растерянно и вдруг его осенило. «Погодите-ка! Кажется, я знаю, что нужно делать!» Как только Финя произнес эти слова, вокруг него засверкали тысячи ярких мерцающих искорок. «Калли, ты можешь раздобыть где-нибудь веревку?» деловито спросил Финя летучую мышку. Калли, кивнув тут же, отправилась на поиски и вскоре вернулась с мотком крепкой веревки. Тогда Финя обвязал веревку сначала вокруг своего живота, а потом вокруг живота Трикси. Конец веревки он вручил Калли. Затем Финя бесстрашно бросился в воду. Трикси нырнула следом за ним. Подплыв к русалочке, Финя показал на свой волшебный рог, словно говоря «Хватайся скорее!» Луна ухватилась за рог и Трикси дернула за веревку, подав сигнал Калли. «Пора!» подумала летучая мышка и потянула что было силы. В то время под водой Финя тянул за собой луну, а Трикси тянула Финю. Бедной Калли было труднее всех, ведь ей пришлось тянуть всех троих. Вдруг волшебный рог Финни ярко засветился. «Еще немного! Давайте!» подумал маленький единорог и хвост луны наконец выскочил из расщелины. Наконец Финя, Трикси и луна выбрались на берег и Калли радостно захлопала крыльями. Освобожденная русалочка благодарно улыбалась своим спасителям, а озеро тем временем быстро возвращалось в свои берега. Увидев, что потоп закончился, тролли вздохнули с облегчением. Чтобы отблагодарить маленького единорога и его друзей, они решили устроить праздник. Расстелив на полянке плед, тролли усадили на него Финю, Трикси и Калли. Луну со всеми удобствами разместили в наполненной водой бочке. Затем и угощение подоспело, лимонад из цветов бузины, спелые фрукты и ягоды. Но Финя почему-то выглядел грустным. «Взрослые единороги снова будут надо мной смеяться», задумчиво сказал он Калли и Трикси отхлебнув лимонад. «Я ведь до сих пор не научился управлять своим волшебным рогом, а я так мечтал, чтобы у меня был хоть какой-нибудь талант». И вдруг глаза маленького единорога засияли. «Ой, кажется, я знаю, что у меня получается лучше всего, в чем на самом деле заключается мой талант», прошептал Финя. «А я уже догадалась», подмигнула ему Трикси. «Вокруг тебя начинают кружиться сверкающие искорки, и это происходит тогда, когда, когда ты находишь верный способ, чтобы кому-то помочь». Закончила за нее Калли. Финя немного смутился. «Спасибо вам, друзья», сказал он Трикси и Калли. «Без вас у меня ничего бы не получилось». «Как здорово, что мы вместе», и Финя широко улыбнулся. «Он был счастлив, как никогда». Вот и сказке конец, а кто слушал, молодец! До новых встреч! Калли.